Начало приближаться, вот всё к крещению всё ближе и ближе. Скажите, больше будет. Да, тревога какая-то, какая-то неопределённость. А вот когда уже внутри себя, когда вот на эти вопросы свои же ответил, честно, как-то стало легче, как-то отлегло что-то, когда уже принял решение не креститься. Решение пока принимать не надо. Это решение, совет примет, батюшку примет, ты ему всё расскажешь на совете. А вот, потому что есть ещё опытнее, чем ты, и такие, как ты, тоже приходили в братья. Это мы же все думаем, что мы тут такие индивидуальные. Я вот сейчас, у меня всего там опыт небольшой, да, тут в группе, 5 лет, а я уже вижу вот себя там, как я думал. Я смотрю, да, а Игнат Тихонович, он вообще всех там, Игорь Владимирович, уже столько людей прошло через них. Он уже типы-типы людей, он видит, когда направление правильное, неправильное. Вот человек одно сказал, куда его несёт, он знает уже наперёд, потому что уже перед его глазами такие люди проходили, именно так поступали. Поэтому тут надо обращаться к более опытным людям. Да, Георгий, наверное, надо, чтобы мины над головой летели, чтобы был готов. Самое главное, да, вот это, Георгий, езжай, тебе можно креститься, у тебя есть страх не огорчить Господа Иисуса Христа. Самый правильный признак – это те, кто приезжают, и они говорят так, если вы меня примете на крещение, если откажете, то я всё это приму, как от Бога. И то, и другое. С радостью. А я, когда приезжал, я думал, что если меня откажут, я ещё больше радостный, больше приму радостно, чем даже если мне согласятся меня крестить, когда я приезжал. У меня такой подготовки не было даже. Авансом. Да их что тут говорить-то? Кто из нас тут не авансом крестился? Мало людей. Мы почти все крестились авансом. И чем больше я его узнаю, тем я больше понимаю, что я был не готов. И ну как бы в таком строгом смысле. Но по действию Духа Святого я понимаю, что Господь посчитал, что я готов. Потому как Дух Святой действовал во мне. Разрешите мне тоже сказать? Да. Георгий, обращение. Георгий, ты, честно сказать, для меня вообще пример. И я те же самые чувства в себе переживал. Я вот то, что ты говоришь, вот прям как будто вот это мои же переживания. Вот. И я в какой-то момент просто сдался, да, каким-то вот своим искушением, да. И понимаю, что много ничего не знаю. И из-за этого не готов, ну и без общения с братьями, да, начал сомневаться, в себе копаться. И сейчас очень жалею, что я сдал билеты и просто не поехал. Ну, не еду, да, теперь. Вот. Я очень об этом скорблю. Ну, все во благо, конечно, дай бог. Павел, здесь уже, нет, Павел, тут все, тут решение принято не только же тобой. Тут несколько, просто мы, это общее, это нормально. И вот, Георгий, обращаюсь, ну, то, что все во благо. И ты мне как пример, вот, я во многом с чем не разбираюсь, поэтому усомнился, а у тебя много знаний, и ты как человек, как, ну, действительно, тебе надо ехать, надо побыть в этом обществе. И я думаю, все встанет на свои места, а там уже бог решит. Слава богу за все. Благодарю. Павел готов порадоваться за брата. Искушения будут возрастать, да, это никуда от нести. Каждый год все одно и то же происходит. Главное, что интересно, у кого-то был, у кого-то в процессе пребывания, а у кого-то после. У меня после было. И в процессе пребывания, и после, особенно после. Вообще. Хотя уже не ждешь, как бы. Уже все, думаешь, все, выдохнул. Слава богу, принял господь в стадо. А тут раз, и пошло, поехало. Думаешь, да как так? Ну, походи теперь своими ногами. А бывает, бывает действительно. Невероятно просто. Георгий, ты уже себе не принадлежишь. Вот это ты всегда помни. Вот это сейчас я тебе стих дам. Ты его заучи тоже. Псалом 68.7 Псалом 68.7 На тебя другие смотрят. Ты пример. Да не подстадятся во мне все, надеющиеся на тебя, Господи, Божий сил. Да не подстадятся во мне, ищущие тебя, Божий Израиль. Не ищи пользы своей, но пользы другого. Ставки очень высоки. Ставки возрастают. Чем ближе к прещению, ставки ценой вечной жизни. То есть шутки все заканчиваются, и, соответственно, да, человек понимает, он встает уже перед вопросом. Все. Это грань. Он ее переходит. И дальше возврата нет. Все. Теперь твои тебе грехи уже не просят. То, что тебе было до этого. Тут все омоются грехи. Теперь все. Теперь уже нету возврата назад. Ты обещал Богу, обещаешь Богу доброй совести, жить. Прощаются, очищаются все грехи. Господь дает тебе новые обещания. Завет с тобой заключает. Ты входишь в завет с Богом через крещение. Конечно, это очень серьезно. Да, брат, я с тобой согласен. И вот эти вопросы к оглашенным приблизительные. Это очень хорошая вещь. Я когда мимо них ходил, как-то на них обращал внимания. А вот начал разбираться, углубиться в это, разобрался во всем. И это очень, очень серьезно. Вот такая тема вскрылась. Полгода назад я крепко был уверен, что приму крещение. Какое-то такое вот. Может, это самость моя. Камеру включи, пожалуйста. Сейчас, секунду. Думаю, что это моя самость, что приму крещение. Все будет, как я хочу. Это вот у меня такое вот. Себя не отверг. Еще хочу сказать. Но я это в ответах напишу. Уже пишу. И что хочу сказать. Что главное, что двигало мною, это какая ситуация в стороне будет. Возможно, не будет возможности приехать в Потеряевку. Возможности не будет креститься. Креститься истинным треукратным погружением. Потому что вокруг я не могу утверждать, что я смогу найти священника, который точно по формуле четко все сделает, как по канонам покрестит. Вот поэтому я хотел креститься. Подготовиться и период оглашения пройти. И прийти к крещению. А тут меня натолкнули на мысли, конечно, вот эти ответы на вопросы. Что я пока отложу это. Вот это все, что я хотел сказать. Потому что жертвы за грех уже не будет потом, если что. Вот так вот. Но я молился. Крещальную рубашку ты все равно возьми. Ну да, я еще хотел, конечно, с братьями, это будет, конечно, опыт с духовными людьми пообщаться. Потому что я тут один, не с кем поговорить с верующим по такой шкале, если взять. Достойно верующие, это крепко. С такими людьми, где общество такое, всех верующих, у которых на устах имя нашего Господа Иисуса Христа. В таком обществе я не находился. Посмотрим, как там будет, конечно. Но я пока вот так настроен. Все, пока. Главное, мне Анаит звонит. Сколько-то времени назад, я не помню. Говорит, да, что там за вопросы? Говорит, какие-то вообще мирские вопросы, плотские. Говорит, вообще, что там такое? Я говорю, ну-ка, подожди секунду. Давай сейчас открываем. Открывай первый вопрос. Говорит, так, так. Она говорит, да ладно. Это что, вот это, что ли? Я говорю, да. Второй. Так, так, так. Ну как ты? Это что, вот так, что ли, здесь? Да. Все вопросы прошли, они говорят. Я говорю, так, а где тут хоть один плоской вопрос мирской? Не знаю. Я говорю, а как ты? Ну, я когда так смотрел их, давно еще не была здесь в Содружестве, слово Божие не изучала, я для себя пометил, что там ни одного вопроса духовного нету. А сейчас вы мне все пояснили, а у меня еще этот, теперь багаж есть за плечами. Я смотрю, ни одного нет плоского вопроса, все духовные. Я говорю, ну вот видишь, Господь тебя как изменил. Тоже вот интересно. Да, Игнат Тихонович, Георгий хотел. Да, я прочит, прочитайте Деяния апостола, вторая глава. Это для Георгия и для всех будет. Там 35-й, дальше стих начинать до 38-го. Ну там дело покажет. Просчитайте, себя вообрази, что ты находишься среди тех людей. Вот иди ответ. Так, вторая глава. Вторая глава, ну я сейчас скажу, с какого стиха. Вот так. Это где, что нам делать, мужи-братья? Да, мужи-братья, с 29-го стиха и дальше, считайте. До 38-го. Да, ну то есть это где апостол Петр обращается к иудеям там. Да, именно что так. Сколько их было тысяч, и ни один никуда не пошел. Они ждали этого момента. Такие же были люди. Мужи-братья. Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог, склятвою, обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоти его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. И так он, быв вознесен десницу Божью и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ну то есть то, что они начали говорить на разных языках. Дух Святой на них сошел. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих. И так твердо знай весь дом Израиля, что Бог садил Господа и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Вот сейчас по остановке остановитесь и спросите тех, которые готовятся к окрещению. Вы в этой толпе находитесь. Принимаете эти слова? Веруете ли в это? Умирились сердцем? Или что-то... Они такие же люди. У них вообще ничего до этого разговора не было. Услышали первый раз. И какой результат? Что делать? Вопрос один. Что делать? Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Дальше. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призвёт Господь Бог наш. Еще дальше. И другим многими словами он... Свидетельствовал. И увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Ни один не попятился. Вот ответ. Если ты это принимаешь, вопрос решенный. Что-то там заклинило, видать. Вам не слышно, что я говорю? Нет, видать, еще. Вот так. Все-то закрылось. Ну, что сделать? Хорошо. 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 Продолжение следует...